У избирателей Щелковского и Ногинского районов, городов Фрязина, Черноголовка, Ивантеев, Колосино-Петровский, Звездный городок и далекого Байконура теперь снова есть свой депутат Государственной Думы. Напомним, предыдущие два созыва парламента формировались исключительно по политическому принципу. То есть мы голосовали не за кандидатов, а за партии и их общеизвестных лидеров. И вот вернулась мажоритарная система. Выборы в Госдуму в Щелковском одномандатном округе номер 127 выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Жигарев. В прошлой Думе шестого созыва Сергей Жигарев также работал. Он первый заместитель председателя комитета по обороне. В своем кабинете в здании на Охотном ряду депутат и ответил на вопросы нашего телеканала. Добрый день, Сергей Александрович. Прежде всего разрешите поздравить вас с победой. Спасибо огромное. Вы знаете, она далась не очень легко, это было очень непросто. Поэтому такая выстраданная победа. Спасибо вам большое. И такой вопрос. А правда, что выбор округа Щелковского 127 и победа в этом округе имеет для вас особое значение? Да, для партии, членом которой я имею честь быть. В 1993 году Владимир Вольфович Жириновский уже больше 20 лет назад был там избран по одномандатному округу. Победил с огромным перевесом. Поэтому, когда я определялся, что я тоже пойду одномандатником выдвинусь, то выбирая круга в Московской области, мы именно определили себя Щелковский избирательный округ. Именно потому, что там был избран Владимир Вольфович в свое время депутатом. Для нас было очень важно стратегически избраться в этом округе, показать, во-первых, преемственность этих традиций, ну и, во-вторых, впоследствии закрепить его за собой, за партией ЛДПР, за депутатом, который будет оттуда избран от партии. Давайте поговорим об избирательной кампании. У вас это не первая кампания, в которой вы принимали участие, вам есть с чем сравнивать. Как вы охарактеризуете прошедшую кампанию в 127 округе и было ли что-то особенное, на что вы обратили внимание особое? Вы знаете, для меня это третья избирательная кампания. В политике я, может быть, не так давно, но и не новичок с 2005 года. Поэтому мы, конечно, раньше выбирались по избирательным спискам. Первый раз сохранена инновация о том, что выдвигаемся по одномандатным округам, то есть в Государственную Думу, тем самым сохраняем, как бы восстанавливаем связь между избирателями и депутатами федерального собрания. Но надо сказать, что это, конечно, совсем другой опыт, чем выбираться по группам, по политическим партиям, по спискам. Потому что в списке тебя тащит лидер, тебя тащит партия, в общем-то. И ты, он как паровоз, это очень правильное сравнение, а вы как вагоны. В зависимости от его популярности, как проголосовали люди, такое количество вагонов, депутатов и заезжает в следующий созыв. А на мандатни, конечно, это совсем другая история, очень много связано с личными характеристиками кандидата. И надо понять, что выборы — это не спортивные соревнования. Здесь не бывает второго, третьего места, серебро и бронза. Здесь есть только один выигравший, и только он является победителем. И это вносит свои особенности. Я, конечно, рассчитывал, когда приходил в округ, на то, что посыл президента о том, что избирательную кампанию надо проводить, соревнуясь программами кандидатов, и меньше использовать черных технологий, рассчитывал, что этот призыв дойдет до всех моих оппонентов. Но, к сожалению, этого не произошло. В компании, конечно, мы столкнулись с так называемыми черными технологиями, обливанием грязи конкурентов. Наверное, я был первым пострадавшим во всей этой истории, потому что моему оппоненту показалось или посчиталось нужным или возможным именно так построить свою избирательную кампанию. Мы же ее строили совсем по-другому. Мы людям что-то предлагали, что-то рассказывали, что-то объясняли. Безусловно, в этой избирательной кампании мы использовали определенную стратегию. Избирательная кампания – это война. И в этой войне у каждого полководца есть своя стратегия, как он идет к победе. Мы прекрасно понимали, что мы заходим на территорию Щелковского района. Он очень непростой для Московской области. Действительно, в 2011 году он дал самые высокие показатели за Коммунистическую партию Российской Федерации – более 30%. Там проиграл одномандатник, представитель партии власти, Единорос Звягин. И мы понимали, что в этом округе, безусловно, сильна наш оппонент, депутат Московской областной думы Наталья Еремейцева. Это с одной стороны. Но с другой стороны, округ Московской областной думы составлял где-то одну треть от всего округа. В то время как в Ногинском районе и в прилегающих территориях, которые участвовали в выборах по этому одномандатному округу, Наталья Еремейцева никогда не была сильна, и такой сильной ячейки КПРФ там никогда не было. Поэтому стратегия у нас была очень простая. Постараться не проиграть сильно в Щелково, понимая, что за два месяца люди не до конца нас смогут узнать, и поменять свои симпатии. И с разгромным счетом выиграть на всей остальной территории, которая по численности дает перевес. Ну так практически и получилось у вас. Так оно и получилось. Даже, надо сказать, в Щелково мы получили небольшой проигрыш по сравнению с тем, что ожидали коммунисты. Они изначально, я могу сказать, где-то недели, наверное, за две, стали понимать, что они проигрывают. И стали готовить ситуацию, при которой, если они проиграют, то, значит, выборы были фальсифицированы. Но надо сказать, что я не знаю, чем занимались мои оппоненты в день выборов, а я объехал более 40 избирательных участков, причем по всей территории. Я начал Старая Купавна, Электроугли, Обухово, Монино, Ногинск, Лосино-Петровский, Щелково, Черниголовка, Ивантеевка. Вот я как вышел в 8 часов утра из дома, заехал в церковь, поставил свечку, перекрестился и поехал. И до практически окончания подсчета голосов я находился на местах, ездил, общался с людьми. Нарушения не было. Вообще сложно себе представить, что какого-либо административного ресурса или фальсификация будет использована для кандидата не от системной партии власти. Это абсолютно нормально. И у нас за 25 лет таких обвинений никогда не было. Но есть вопрос в другом. Если ты недостойно проводишь избирательную кампанию, то ты и достойно проиграть не можешь. Поэтому, безусловно, сегодня с ее стороны несутся обвинения, беспочвенные, которые отнимают у людей время, силы. Вместо того, чтобы заниматься делом и заниматься следующим этапом своей жизни, люди вынуждены отвлекаться на эти вещи. Но я думаю, что время пройдет, все устаканится, все успокоится, все как бы войдет в свое русло и будем нормально, спокойно работать. В общем-то, для чего мы и избирались, чтобы работать и помогать людям. Сергей Александрович, прошло несколько дней после выборов. Наверняка за это время вы уже успели подумать о том, как вы будете строить дальнейшую работу в Госдуме. Планируете ли остаться работать в Комитете по обороне? И, может быть, какие-то есть еще новые направления, которые вы бы хотели попробовать в работе? Вы прямо попали вопросом, как говорится, на острие ножа. Дело в том, что именно сейчас в Думе проходят переговоры между прошедшими партиями относительно структуры будущей Государственной Думы и то, как распределяться в портфеле комитетов. Поэтому я бы не хотел бы предвосхищать ситуацию. У нас 5 октября уже первое заседание. На этом первом заседании будет выбрано и председатель Государственной Думы, распределены все посты в Государственной Думы, распределены комитеты. Я в том числе вхожу в пул тех людей, которые борются за комитеты, потому что, конечно, комитет дает особый статус и возможности депутату, в том числе, я не буду скрывать это, и возможности помогать и развивать ту территорию, от которой ты был избран. Давайте дождемся 5 октября. Я надеюсь, те перспективы, которые у нас открываются, они положительным образом отразятся на жизни людей, которые меня избрали. Не будем загадывать, но скрестим пальцем. Сергей Александрович, вы избраны теперь по мажоритарной системе, у вас есть конкретные избиратели. Скажите, как вы в связи с этим планируете построить работу в своем избирательном округе? В первую очередь надо открыть общественные приемные на постоянной основе. Мы не можем себе позволить открыть их во всех городах и поселениях. Это чисто физически невозможно, и у нас нет такого бюджета для того, чтобы содержать такой штат помощников. Но мы обязательно откроем две общественные приемные на постоянной основе в Щелково и в Ногинске, где будут работать люди. Мы поставим таким образом график, чтобы они обязательно работали и в субботу, и в воскресенье, чтобы люди туда могли приходить. Вообще график депутата Государственной Думы по опыту, он выглядит следующим образом. Две недели мы работаем непосредственно в стенах Государственной Думы, у нас идут заседания, а две недели как раз отводятся на работу на территориях. И вот эти две недели я обязательно каждый месяц буду проводить в округе, встречаться с людьми, вести прием граждан, отвечать и отчитываться, что сделано по их обращениям, и принимать новые. Это постоянная живая работа. Но даже если в месяц нам удастся принимать хотя бы по 100-200 человек, а с учетом членов их семьи и общественного резонанса, я надеюсь, мы сможем порешать много тех проблем, которых у людей накопилось, которые у них в сердце, через решение они давно ждут этих проблем. Надеюсь, что моя работа им в этом поможет. Сергей Александрович, в ходе избирательной кампании вы провели множество встреч. Встречались как с рядовыми избирателями, так и с руководителями муниципальных образований. Собрали множество обращений по самым разным темам. По нашему району, по Щелковскому, можно говорить о каких-то основных проблемах, к решению которых вы могли бы уже подключиться как депутат Госдумы? Вы знаете, к сожалению, у нас люди не совсем к себе верно представляют работу депутата Государственного дома. И вообще работу депутатов. Конечно, очень много приходило людей с бытовыми вопросами. Крыша, дорога, ремонт подъезда, переселение. Проблемы личностного характера. Депутат не губернатор, не глава администрации муниципального образования. Его работа — это законотворчество. Это чтобы законы, которые он пишет, и законы, которые принимает федеральное собрание, соответствовали текущему моменту времени. Чтобы они были удобны и комфортны для людей, существования с ними. И, безусловно, соблюдение этих законов на территории. Мы, конечно, можем оказывать помощь, и чаще всего именно ей занимаемся, подменяя своей работой прокурорский надзор. Ну, надо сказать, конечно, и к обращениям людей. Тоже же чиновники устают, когда идет вал обращений, и появляется такая определенная черственность. Поэтому для того, чтобы пробить иногда эту броню, нужно вот так называемое депутатское обращение. Потому что к депутатскому запросу, безусловно, по закону они относятся по-другому и реагируют по-другому, когда это ставится на депутатский запрос, на депутатский контроль. Будем, в том числе, и пользоваться этим инструментом. Но мы бы хотели решить более глобальные задачи в округе, чтобы показать работу федерального депутата не с точки зрения решения, безусловно, важных проблем каждого человека, но и тех проблем, которые бы объединяли бы всех жителей Ногинского, Щелковского района, Ивантеевки, Фрязина, всех. Небольшое отступление от темы выборов. 29 августа этого года Сергей Жигарев обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с предложением пересмотреть госпрограмму по обеспечению медицинским оборудованием государственное учреждение в пользу импортозамещения. Ведущее предприятие ОПК, выпускающее военную технику, предлагается диверсифицировать, то есть подстроить под производство медицинской техники. Аппараты, которые уже выпущены на отечественных оборонных предприятиях, были представлены президенту 8 сентября на совещании в Туле. Жигарев вышел с инициативой в тестовом режиме использовать это оборудование в медицинских учреждениях городов-районов своего избирательного округа, поскольку эти территории обладают высоким научным и производственным потенциалом. Врачи смогут оценить качество отечественных аппаратов и сравнить их с импортными. Депутат уверен, такое сравнение окажется в пользу отечественной техники. Вы недавно провели пресс-конференцию, посвященную вашему открытому письму президенту Российской Федерации. Хочу спросить, на каком этапе сейчас ваша инициатива импортозамещения на рынке высокотехнологичного медицинского оборудования? Мы собрали порядка 60 тысяч подписей, планируем дособрать еще 40, потому что именно о таком числе обращений мы договаривались, инициатором этого обращения, чтобы медицинское оборудование, которое производится на предприятиях военно-промышленного комплекса, прошло апробацию и начало работать первоначально именно в наших округах. Мы являлись авторами этой инициативы, никто у нас ее сегодня не перехватит. В период избирательной кампании мы за две недели собрали, еще раз говорю, 60 тысяч подписей, надо дособрать 40. Надеюсь, в течение 10-12 дней мы их дособерем. И дальше по тому пути, который мы наметили с Рогозиным, мы сдаем их в общественную приемную президента, мы вас пригласим на эту сдачу. И в рамках той стратегии, которую мы наметили, чтобы нам попало это медицинское оборудование, будем рассчитывать, что то, что находится в Туле на выставке, которую показывали президенту, не разъедется опять по предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а целевым образом поедет в наши больницы и поликлиники. Оно уже выпускается, да? Оно уже выпускается, там стоят рабочие образцы, наша просьба была именно в том, чтобы те образцы, которые рабочие находились на выставке, и они все 100% работающие, новые, суперсовременные, технологичные, чтобы их не разбирали обратно по предприятиям, а чтобы их отвезли не на предприятия, где они будут пылиться на складах и ждать, когда их купят, когда пройдут аукционы, а их привезли в наши больницы и поликлиники, поставили, смонтировали, и они начали свою пробную работу, уже принося пользу людям. Спасибо. Ну, последний вопрос, наверное, может быть крайний. Крайний может быть. Да, может быть крайний. Ну, и может быть не очень официальный. Что еще должны знать избиратели 127-го Щелковского округа о своем новом депутате Государственной Думы? Жизнь наша, она вот состоит вот из таких вот этапов, и в них самое главное сохранить себя и хорошее мнение о себе. Я бы хотел, чтобы жители моего округа представляли меня своим депутатом и знали, что у них есть такой человек, порядочный, честный, который не бросается словами на ветер, которого бы они хотели бы всегда видеть в Федеральном собрании Российской Федерации, чтобы он представлял свой интерес. Вот это я хотел бы считать своей главной задачей. Я бы хотел воспользоваться возможностью, вы меня поздравили, я хотел сказать всем людям Щелковского, Ногинского района, Ивантеевки, Лосино-Петровского, Байконура, Спасибо вам большое. Тем людям, которые пришли на участок, проголосовали за меня или за моих конкурентов, спасибо, что вы пришли. Мы не делим на территории людей, те, кто отдали за меня мой голос, или те, кто за меня не проголосовали. Мы будем работать для жителей всего этого, всех этих муниципальных образований, городов, для того, чтобы жизнь всталась лучше, что у вас наконец-то появился свой депутат в Государственной Думе, который будет представлять непосредственно вашу территорию, ваши интересы, стараться и лоббировать интересы жителей непосредственно этих территорий, чтобы ваша жизнь становилась лучше, чтобы больше участвовать в федеральных программах, чтобы больше было федеральной помощи, чтобы чиновники на местах вели себя в соответствии с законом и с теми ожиданиями, которые вы вкладываете в свои просьбы. Спасибо вам большое. Я постараюсь оправдать ваше доверие и стать действительно народным депутатом. Большое спасибо Сергею Александровичу за интересный разговор. Удачи в работе.